Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. Продолжаем свой ликбез. Я теперь каждый день буду по одному-два видеоролика снимать, чтобы самых-самых начинающих, вот самых таких новичков подготовить к посевам, чтобы те семена, которые они у меня приобрели, они еще смогли вырастить и получить хороший урожай. Самым первым пунктом в начале посевного сезона является подготовка тары. Ничего сложного в этом нет, просто нужно провести инвентаризацию всех имеющихся у вас лотков, стаканчиков, всяких контейнеров, подсчитать, хватает ли вам этого количества на запланированное число растений и при необходимости обработать все емкости. Если у вас не было времени помыть лотки осенью, и если вы уже использовали их, то нужно сделать это сейчас, перед посевами. Я чаще всего мою лотки, наполняя их землей еще до наступления холодов, но это можно сделать и зимой, и весной. Смывать старую землю с лотков специалисты рекомендуют из-за того, что в остатках грунта могут сохраниться грибковые заболевания, такие как фитофтора. Они могут повредить вашу рассаду, распространиться там, ну и ничего хорошего не будет. Некоторые даже ошпаривают лотки кипятком, протравливают их раствором марганцовки. Я так не делаю, потому что считаю, что достаточно вымыть хорошо водой, но это личное дело каждого. Можете прямо и протравливать, и ошпаривать, и все. Но самое главное, если вы начали заниматься этим первый год, и купили лотки в магазине, не забудьте сделать отверстие в дне для стока лишней жидкости. Это обязательная процедура. Без этого корневая система растения, вот у меня хорошие такие большие дырочки, может, корневая система растения может загнить, и вся шаросада погибнет. Отверстие необходимо сделать во всей таре для посевов, и в лотках, и вот в таких стаканчиках обязательно должна быть дырочка. И вот в таких контейнерках, хоть для петунии, хоть для перцев, хоть для томатов. Мне в прошлом году спрашивали, а в этих надо, а в этих надо. Для всех, от начала до конца. Дырка должна быть достаточно большой, чтобы влага стекала, не задерживаясь, потому что застой влаги в земле, это гибель для растений. У нас вот в нашем регионе, вот видите, написано город Биск, продают вот такие лотки двух видов. Один пониже, я использую для посевов, потому что нужен вот здесь вот, ну, небольшой слой земли для маленьких растений, когда я сею семечки, все равно их потом пикировать. А потом распикировку, пикировку делаю вот в такие уже большие лотки, которые более высокие. Видите, они по высоте высокие. Кто не хочет никаких проблем, чтобы не капало с подоконником, вот по такие лотки есть такие поддончики. Ставим в поддончик. Вот это у меня вновь купленный лоток, здесь еще дырочек нет, я их зимой использовала для хранения семян. Сейчас я тоже буду делать везде-везде дырочки. И вот в маленьких, это вот из-под салатов, из-под всяких, вот корейские салаты, все, что покупаю, я все использую. Тут у меня еще семена сушатся, но они тоже будут использованы для рассады. Вот такие есть решеточки. Всяких сейчас делает производитель, очень много для садоводов, различные тары. Все вымыть, все почистить, посчитать и ждать наступления посевов. Какую бы тару вы не использовали, главное требование, чтобы она была чистой и с отверстиями на дне. Также приготовить маркеры для нанесения надписей или клейкие ленты. Вот здесь будем потом все. Когда у вас тара будет готова, вымота, сухая, можно потом смело начинать свои посевы. Все. Подготовку тары мы прошли, но это очень просто. Главное, я хотела заострить внимание, что отверстия должны быть везде и что старую землю лучше не оставлять на лотках прошлогоднюю. Потому что помыть не так сложно, лучше избежать всяких этих заболеваний, чтобы она потом не распространилась. До свидания, до следующего видео урока. Теперь будем встречаться часто. Трехмесячный перерыв у нас прошел. Начинаем все сначала. Потому что каждое лето это новая жизнь, новые растения. И все рассказывать буду сначала, даже если я говорила об этом в прошлом году. Всем хороших урожаев. С вами была Ольга Чернов.